Вопрос, связанный с событием по периметру наших границ. Вы, спасибо, очень подробно сейчас, на мой взгляд, очень интересно ответили. Для меня, как специалист, очень интересно было услышать вас по вопросам Кавказа Южного. Но в целом по периметру наших границ происходят такие, я бы сказал, драматические события. Но вот, положим, события в Киргизии, там всегда вокруг выборов происходили всякого рода волнения. Но в этом году они вообще по какому-то очень жесткому сценарию проходили. Мы смотрим, что не просто складывается ситуация и в Белоруссии, но сохраняется проблема Донбасса. Я понимаю, что об этом уже, может быть, и устали говорить. Мы знаем вашу позицию, твердую, последовательную по этому вопросу. Но у меня в целом такой вопрос, как сегодня видятся наши такие принципиальные, основные цели политики на постсоветском пространстве. С учетом того, что это, конечно, касается непосредственно и нашей безопасности, и наших гуманитарных связей. Вы подчеркивали сегодня не раз, что, в общем, люди-то для нас не чужие, говоря о Кавказе, но это касается и наших друзей из Центральной Азии, и друзей из Белоруссии, Украины. Спасибо. Вы знаете, как мне кто другой, вы человек очень опытный, профессионал, с большой буквы. Наша политика на постсоветском пространстве в рамках СНГ является главной составляющей нашей внешней политики вообще. Это и понятно, потому что все страны, которые вы перечислили, да и все другие страны, с которыми у нас добрые отношения, замечательные, многосторонние, и те, с которыми у нас сегодня ситуация в некоторых случаях вроде как выглядит как тупиковые, все равно. Это для нас все не чужие страны. Это не чужие где-то там за морями государства, о которых мы мало чего знаем. Очевидно, мы жили в рамках единой страны не просто многие годы, столетиями жили в рамках общей страны. У нас колоссальные связи, у нас очень глубокая кооперация в экономике, гуманитарные связи. Мы все говорим на одном языке, в том или ином смысле, с большей или меньшей степенью, но мы, по сути, все люди одного культурного пространства. Я уже не говорю об истории. У нас общая история, общая победа над нацизмом. Наши предки, наши отцы, наши деды кровью своей скрепили наши особые отношения. И чего бы ни происходило сегодня, как бы ни складывалась конъюнктура политическая на данный момент времени, я уверен, что вот эта общность интересов, она в конечном итоге пробьет путь к возрождению наших отношений. Со всеми странами, как бы тяжело ни складывались с ними отношения. В то же время, и это тоже очевидная вещь, когда дело дошло до распада нашего общего государства, до СССР, те люди, которые занимались этим, не подумали, но должны были подумать, каким геополитическим последствиям это приведёт. Но было очевидно, что у соседей всегда не только совпадающие есть интересы, но и есть разница интересов. И перетягивание каната тоже всегда возможно. Мне думается, что мы, тем не менее, можем, должны и обязательно найдём все решения для сложных вопросов. Не надо только ничего нагнетать, преувеличивать и делать упор на те вопросы, которые являются спорными, а нужно, наоборот, смотреть на то, что нас может и должно объединять. И объединяет. А что? Общий интерес. Вот смотрите, в области экономической интеграции кто не заинтересован в том, чтобы мы экономически интегрировались? Есть только наши конкуренты. А все страны постсоветского пространства не могут не понимать, во всяком случае умные люди не могут не понимать, что объединение усилий при использовании общей инфраструктуры, общего транспорта, энергетической системы и так далее, общего языка, который нас не разделяет, объединяет и так далее, и так далее, и так далее. Это ярко выраженные конкурентные преимущества, за приобретение которых в некоторых экономических объединениях и структурах борются десятилетиями. А у нас это всё, всё нам дано нашими предками. Надо этим пользоваться. И это выгодно для всех нас. Это абсолютно точно, это просто выгодно. И вот это, ну, смотрите на Украине. Четвёртый год, значит, одна революция, четырнадцатый год, другая революция, переворот государственный. Результат. Посчитайте статистику самих украинских служб. Статистически. Падение производства, как будто у них ни одна пандемия там уже прошла. В некоторой отрасли производства, которыми гордился весь Советский Союз и сама Украина, авиастроение, судостроение, ракетостроение – это то, чем, что создавалось поколениями граждан Советского Союза, всеми республиками. И чем, конечно, могла и должна была гордиться Украина. Этого почти ничего не существует. Происходит деиндустриализация Украины. Она была, наверное, не одной из, а, может быть, даже самой индустриальной республик. Ну, Российская Федерация, конечно, Москва, Петербург, Сибирь, Урал, всё понятно. Но одной из самых индустриальных республик. Где это всё теперь? И зачем это утрачено? Это просто глупость тех, кто это сделал. Просто глупость и всё. Ну, я надеюсь, что вот эти общие интересы, они всё-таки пробьют дорогу здравому смыслу. Белоруссия, вы сейчас упомянули. Да, там мы видели этот турбулентный процесс. Но вот на что хотел бы обратить внимание? На то, что, как вы заметили, ведь Россия не вмешивалась в то, что там происходило. Не вмешивалась. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться. Никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу. Я уже говорил во вступительном слове. Ничего, привнесённое извне, внутри той или иной структуры того или иного народа, того или иного этноса, работать не будет без учёта специфики, культуры, истории народа и так далее. Поэтому нужно дать возможность самим белорусам спокойно разобраться со всей ситуацией, принять соответствующие решения, в том числе и, может быть, эти решения лежат на пути принятия поправок в действующую конституцию, либо принятия новой конституции. Президент Лукашенко об этом сказал публично. Да, можно сказать. Ну, сейчас он там что-нибудь напишет себе на пользу, и всё это ничего не имеет общего с демократией. Но, вы знаете, всё можно ведь оболгать. На всё можно посмотреть скептически. Я уже вот говорил, ну, ладно, не буду уже, чтобы не вдаваться в детали. Но то, что происходило в Беларуси, выгодно отличается от того, что происходило на улицах некоторых крупных городов, развитых демократией. Понимаете, да, и жёсткость была, и всё, а, может быть, даже неоправданно, ну, тогда пусть ответят те, кто это допустил. Но в целом, если сравнивать и посмотреть на картинки, во всяком случае, безоружному человеку в спину никто не стрелял из боевого оружия. Вот я о чём. Поэтому давайте спокойненько с этим нужно разбираться. То же самое с Киргизией, скажем. Ну, это, мне кажется, то, что там происходит, это беда. Беда Киргизии и киргизского народа. Ну, как к выборам, так к переворотам. О чём это говорит? Вы знаете, это даже не смешно. Вы знаете, о чём это говорит? Это говорит о том, что к... Ну, ведь это как... Во многих этих странах они же первые шаги делают на пути к собственной государственности, к оформлению этой государственности, к формированию культуры государственного развития. Вот я уже много раз говорил своим коллегам. Вот ко всем нашим постсоветским странам нужно относиться с особым вниманием и очень осторожно поддерживать вот эти ростки государственности. Ни в коем случае не вмешиваться со стороны, с какими-то советами и с рекомендациями, а тем более избегать всякого вмешательства. Потому что это разрушает хрупкие, только нарождающиеся институты суверенитета и государственности в этих странах. Надо дать возможность людям самим аккуратно строить это отношение внутри общества. Просто показывая примеры, но не лезть как слом в посудной лавке там со своими предложениями, со своими миллионами в один или в другой адрес, поддерживать ту одну, ту другую сторону. Я очень рассчитываю на то, что Киргизия, член ОДКБ у нас и Еврозес. Мы многое сделали для того, чтобы помочь Киргизии встать на ноги. Но сотни, так я вам скажу, сотни миллионов долларов на поддержку киргизской экономики различных отраслей производства, на создание условий адаптации Киргизии для вхождения в Еврозес. Касается и фитосанитарных служб, таможенных систем и так далее. Просто на развитие отдельных отраслей экономики, предприятий целых. Мы уже 500 миллионов долларов реализовали в проекте. Но это в самое последнее время. Я уже не говорю о грантах, которые мы предоставляем ежегодно, тоже в объёме десятков миллионов долларов. Ну, разумеется, без жалости и тревоги на то, что там происходит, мы смотреть не можем. Но мы не лезем, обращаю ваше внимание, и не лезем со своими советами, с наставлениями и с поддержкой каких-то отдельных политических сил. Очень рассчитываю на то, что в Киргизии, тем не менее, всё нормализуется, встанет на ноги, Киргизия будет развиваться, и мы сохраним с ней самые лучшие отношения. То же самое касается и Молдовы. Мы видим, что происходит вокруг Молдовы и знаем потребности молдавского народа и в развитии демократии, и в развитии экономики, с другой стороны. Но молдавское вино кто покупает? Во Франции купят молдавское вино? Кому оно нужно на европейских рынках? Там своё некуда девать. Там при перевозке винодельческой продукции из страны в страну даже в рамках Евросоюза аграрии на дороге останавливают и всё сбрасывают в кювет, выливают в чисто поле. Есть и другие, дело не только в вине, но и другие отрасли экономики настолько завязаны на Россию, что нормальность существовать просто не могут, пока во всяком случае. Нигде, кроме как на российском рынке, это производство не востребовано. Вот, кстати говоря, то, что с Украиной произошло. Значит, поэтому мы очень рассчитываем, что и на ближайших выборах, скажем, в Молдове молдавский народ оценит те усилия, которые предпринимает действующий президент республики для выстраивания отношений с Россией.